В очередь за справкой. В середине этой недели возле областного наркологического диспансера было не протолкнуться. Владимирцы в срочном порядке пытались получить справку из специализированного медучреждения. Она нужна тем, кто получает водительское удостоверение, либо его меняет. Причина такого ажиотажа — резкое увеличение стоимости прохождения медкомиссии с 250 рублей до 57 тысяч. Согласно нововведениям Минздрава, этот четверг, 21 ноября, должен был стать последним днём, когда медицинский документ можно было оформить по старинке. В связи с этим будущие и нынешние водители, в буквальном смысле слова, атаковали областной наркологический диспансер. Вот только как оказалось, ждали в очередях и мёрзли на улице люди зря. В последний момент Минздрав отменил свои же изменения. Точнее, перенёс вступление в силу нововведений. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 20 ноября 2019 года вступление в силу нового порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств отложено до 1 июля 2020 года. Согласно изменениям, которые теперь должны вступить в силу с лета будущего года, водители и кандидаты в водители должны будут проходить скрининговое исследование мочи на наличие наркотических средств. Также необходимо будет сдавать анализ крови на злоупотребление алкоголем. Сейчас эти процедуры не проходят. Сколько будут стоить такие анализы в нашей области и возможно ли будет сделать их у нас, а также в какие сроки теперь можно будет получить новую справку, пока не знают даже медики. Сейчас сказать, какой именно механизм, какая будет стоимость, сколько будет срок готовности этой справки, потому что человек придёт, ему же надо сначала сдать анализы, потом получить результат. То есть это придётся дважды ему приходить.